Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне казалось, что там зритель 100 тысяч человек Настолько была открытость И настолько это было Такое энергично У нас такая музыка Знаете У нас такое Не случайные Слушатели всегда в зале И поэтому мы всегда Со всеми работаем с удовольствием Главное, что сам фестиваль Или концерт был Возможность как бы Встретиться по техническим В первую очередь А дальше с людьми Общаться через музыку Очень легко Потому что Сама музыка Служит добру И так что Это несложно Единственное На что можно рассчитать Это на свою физическую возможность Ты понимаешь Что его Вообще Фантастическое состояние Либо очень уставшее И допустим Как вчера У меня был Вчера Девятый Самолет В течение Девять дней И девятый Город И девятый Концерт Типа Вот так Получается И Я не думала Что у меня вообще Что-нибудь Получится Но Получилось Что это было Лучше Чем эти Восьми Концертов Так что Нет Вот Вы знаете Что Технические Отношения К музыке Это только Технический Райдер Остальное Все Это душа Это Очень Как бы Глубокость Это глаз Это Это запах Это все Остальное Очень живое И У этих Живых Чувствах Есть свое имя Так что Что-то еще Новое Придумывать Или Что-то по-своему Относиться Мне кажется Что надо быть Очень осторожным Потому что Это очень Чувствительные Так бы Грани И Тем более Через музыку Общаться С людьми Это Это Честь И Надо быть Готовым К этому Так что Рассчитывать На то Что я могу Или не могу Или что-то Слово Рассчитывать Только Только на Бога Рассчитывать Можно Остальное Все Такое Под вопрос По-разному По-разному Бывает По-разному Бывает Бывает Что Зал Очень тихо Поет И Всегда Тихо Поет Бывает Что Взрывают Зал Это От Темперамента От Природы Где-то Там Холод Или Все время Снег Или Все время Солнце Или Это Все От Природы И От Состояния Вообще И От Фольклора От Всего Просто Чуть Чуть Все Сейчас Невозможно Это Говорить Но Бывает По-разному Бывает И вообще Не Получается Такое Тоже Бывает Я Даже Знаете Что Я Автоматически Это Внутри Тебе Происходит То Я Очень Волнуюсь Если У меня Не Происходит Но Это Не Только От Меня У У Наш Группа То Чтобы Получилось Именно Инсайт И Все Участвовали В Этом И Ну Как Сказать Что Уча И Датуча И Гоча То Парабан Бас Гитара Чтобы Все Было На Одной Вольнее У Всех Было Прекрасное Оставлять Немчить И В конце В конце Получается Но Такого Слава Богу Что Не Было Такого Что Всегда Все Не Получается Бывают Какие-то Композиции Вот Вчера Было Лучше Сегодня Было По-другому То Смотря Как И Поэтому Еще Интересно Что Это Свобода Импровизация И По-разному Я Всем Своим Друзьям Или Знаком Советую Что Грузию Надо Приезжать Четыре Раза Чтобы Понять Что Это Грузия Или Потому Что Летом Надо Приезжать На Море В Батумии Осенью Надо Приезжать В Кахети Чтобы Почувствовать Вот Именно Настоящие Вины И Вот Как Это Все Вот Это Лазанья Как Это Все Собирается Как Делается Вино То Вот Это Все Все Прямо И Вот Кусовые Гаммы Весной Нужно Приезжать В Тмилиси Посмотреть Что Такое Апрель В Тмилиси Да И Что Зимой Это Гудаоры И И Сванет И Лыжи То То Каждое Такое Природное Время Вот Надо Приезжать Четыре Раза И Тогда Можно Сказать Что Вы Почувствовали Грузию Ну За Один Раз Удастся Все То То По Частям Но Если Есть Четыре Раза По Разному Почувствовать Почему Отказаться От Это Все Там Там Все Вкусно Начиная От Хингали Заканчивая От Я не знаю Все Вкусно Все Я Не помню Свою жизнь Где мне Давали Политики Право Отдохнуть От От Их Не Амбиции Не Надоели Они Вообще Глубоко Все Начиная С моей Староны Заканчивая Чужих Стран Стран Я не хочу Об этом Говорить Я в этом Году Живу Ри Икс Фактора В Украине Я думаю Что Во первых Эта сторона Моя Страна Как-то Я в Украине Узнала Что я Мать Потому что Я В этой Стране То есть После концерта Мне стало Как бы Не по себе Я Пошла к врачу И мне сказали Что я мать Я Это Это очень важно Для меня Я люблю Эту страну Они добрые Они хорошие Они открытые И Все сделали Для меня Чтобы Наша музыка Жила дольше И Я тоже С моей стороны Что я могу Я делаю Для них Вы сказали О том Что политики Достали Вас Всех Вас Потому что Начиная С 90-х Год Война И Амбиции Политиков Что они Знают Все И в состоянии Все делать И контролировать У нас Есть Целые Поколения Которые От войны Ушли Просто Ушли Просто И Исчезли И Синавиа Политиков И Жены Они Абсолютно Все время Всегда Как-то За границей Живут И Им Ничего Не касается И мне Они надоели Очень сильно Я Стараюсь Я стараюсь Я стараюсь И Стараюсь Быть Максимально Дипломатична И Петь Там Где Много Зла Или Петь Там Где Много Любовь Или Петь Там Где Возможно Что-то Изменить По крайней Мере Творчество Это И Искусство Бог Поэтому Создал На свете Чтобы Вот Это Ответ На Негативные Собиты Это То Что Если Смотря Что Ты Выбираешь Красоту Или Темный Цвет Это И Есть Ответ И Поэтому Твоя Свобода В твоем Выборе А не В том Что Тебе Какое-то Законодательство Чем-то Ограничивает В твоем Выборе Что Ты Выбираешь Какое Слово Ты Выбираешь Какой Расклад Слов Ты Выбираешь Как Ты Объясняешь В любви Чем Как Так Как Ты Быстро Не Хочешь Отказываться От Самого Себя И Все Что Ты Выбираешь У себя Дома В закрытом Пространстве Вот Это И Свобода Да Сама Музыка Она Властная Не ты А В гармонии Она Существует Не ты И Если Ты Настолько Ты Свободная От Самого Себя Настолько Ты Много Места Освобождаешь Для музыки Внутри Столько Музыка Есть В тебе То есть Не ты Выходишь И Поешь А Сама Музыка Приходит Вместе С тобой И Заставляет Тебе Петь Не Я не пою На день рождения То есть Когда я в гостях Прихожу Я не пою На свадьбах То есть Есть Какие-то Моменты Что Я не Пою Я Не Люблю Когда Интервью По Телевизору Вот Сейчас Если Вы Мне Скажете Спойте Мне Какую-то Фразу Я Не Спою Никак Я Не Буду Вас Просить Спасибо Нет Есть Какой-то Момент Когда Я Не Умею Сидеть И Гулянку Ах Сиграть И Петь Я Это Не Умею Но В Грузии Легко Потому Что Все В Голосах Поют И Тоже Можешь Найти Свой Голос Такой Маленький Вот Напустим Я У Меня Не Было Два Года Компьютера Я Купила Просто В Америке Вот Сейчас Конец Моя Месяца Ну Если Честно Я Пока Его Не Кручила То Есть Фейсбуке Я Не Умею Ничего В Интернете Это Плохо Не Умею Я Не Умею Что Файл Прикреплять Куда Отправить Я Не Цифровый Человек Абсолютно Я Ничего Не Могу Посоветовать Кроме Того Что Каждый Человек Сам Выбирает Не Для Этого Чтобы Нет Совета Для Этих Людей Просто Все После 25 Все Точно Знают Что Выбирает Какое У них Плюс И Минус Воздействует Все Абсолютно Сами Все Делают И Просто Советы Одно То Что Быть Благодарным То Что У Тебе Есть И Остальное Это Сам И Советы То Что Чем Меньше Будем Делать Как Б Сельфи Фотки И Лучше Смотреть Друг Друг В Глаза Конечно Глубже Почувствуем Друг Друг И Меньше Будем Ронять Друг Друг И Все Я думаю Что Цифровая Атака Это Неплохая Атака Потому Что Если Где-то Какой-то Гаджет То Музыкальный Мир Создает Очень Хорошие Инструменты Это Параллельном Режиме Развивается Правильно Я Я бы Хотела Что Каждый Человек Первая Через Начиная Политики Не Первая Через Потому Что Все Время Они Тебе Подсказывают Почему Это Хорошо Или Плохо Начиная Оттуда Просто Заканчивая С мамой Чтобы были Ответственны Перед самим Собой Потому Что Мы Родились Вместе Из-за Того Чтобы Жить Для Друг Друг Не Только Для Самого Себя Иначе Если Мир Был Другим У нас У всех Было Было Своим Место И Не Было Ни Соседа Ни Мама Ни Папа И Все Такое И Чтобы Больше Не Опять Быть Благодарными И Понимать Суть Жизни Оценивать Пространство И увидеть Они Такое Оно и есть И почему И какой Функция у тебя И Где Тебя Не должно быть Много Не должно быть Мало То есть Быть в гармонии Абсолютно Ближе Природы Любить Воду И солнце И Бог Оно и есть Продолжение следует...